приветствую вас в прямом эфире присоединяйтесь пока жду вас покажу картинки какие чтобы не было пустого экрана у меня сегодня немножко затруднен доступ к комментариям здравствуйте здравствуйте к сожалению у меня сегодня всего один экран поэтому комментарии слишком близко к носу не все увижу но постараюсь какие-то какие-то постараюсь комментарии увидеть сегодня рисуем начну не этот пейзаж фотографии с которой буду рисовать сейчас вы можете увидеть у меня вечных stories прямо можете выйти из эфира и зайти в мой аккаунт нажать на нажать на кружок с сегодняшней даты там лежит референс сегодня мы рисуем в рамках марафона мотивы африки правило марафон бесплатный правило участия вы можете увидеть у меня в афише в ленте несколько дней назад был вы была выложена афиша так что смотрите правило участия рисуйте референс в вечных stories сейчас я на пожару напишу комментарий что фото фото мохи что-то не то так какой-то ерунду я написала так эфир я сохранил до комментарии комментарии у меня не получается написать ладно с комментариями получается слишком слишком близко у меня к носу телефон так поэтому если какие-то у вас будут вопросы но вы их пишите возможно что я их увижу но если что поболтаем в конце эфира и так значит я сделала карандашный рисунок такой простой легкий основная суть которого в том чтобы провести линию горизонта и линия вот береговая до которая немного поднимается к горизонту так они не параллельны друг другу а где-то вот там сойдутся лучами далеко слева рисовать сегодня будем город лагос это нигерия город очень большой 21 миллион жителей со всеми прилегающими территориями значит пляж красивый здесь у меня пузырь у меня бумага хлопок 300 грамм намочила я ее с обеих сторон именно вот связи с этим у меня есть какие-то минутки поболтать но уже можно принципе рисовать вот несколько минут назад я намочила бумагу сначала сделала рисунок потом намочила лист с обеих сторон ну и начну рисовать так если что-то надо будет высушить высушу феном в процессе ну поехали для голубых участков неба у меня будут две голубые вместе в компании меня это цирулиум и кобальт лазурный но как бы конкретные названия не принципиальны какие вам нравятся голубые вот для неба такие берите так что еще будет но немного я не могу не добавить эндотринового синего эндотриновый синий и чуточку приглушу его сиеной жженой чтобы рисунок не был синим да таким отчаянным так что еще но безусловно будет неаполитанская желтая если у вас нет неаполитанской желтой берите сиену натурально почему потому что вот кстати в сегодняшнем пейзаже это не так важно потому что здесь все таки будут зеленые пальмовые листья на небе а вообще вот в пейзажах неаполитанская желтая и сиена натуральная не дают зеленых зеленых каких-то разводов на небе там где у вас голубое встречается с желтым это вот для пейзажа очень важно ну вот сегодня более такой простой случай здесь и так будут зеленые ветви на небе так голубые эндотриновый синий сиеной жженой неаполитанская желтая ну и сюда в теплых будет тоже еще добавлено сиена так для зелени еще возьму кадмилимонный ну это потом так сейчас намечу какие-то вот самые самые солнечные части облаков вот здесь вот они эфир будет сохранен и будет сохранен в открытом доступе на ю тубе на моем канале и поскольку сегодня православная церковь отмечает вход господень в иерусалим то что называется вербном воскресенье то как бы вот можно отметить еще таким отпраздновать в этом году таким образом с нами вместе что все таки вот первоисточники до в новом завете про этот день сказано что господа встречали с пальмами вид с пальмовыми ветвями то есть как бы вот эта традиция с вербой встречать этот праздник она такая наша северная в теплых странах в иерусалиме значит господа встречали с пальмами ветвями поэтому можно еще сегодняшний пейзаж вложите такой смысл при желании так теперь надо тут вот сформировать красивые облака чем сейчас и займемся в следующем так Спасибо. 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 Былочка, но она, кстати, должна быть пониже. Но уже вот акварель это всегда импровизация. Я сделала, там сделала. В общем, симпатично получилось. Это мусор попался. Так, ну что. Значит, теперь начну. Сейчас еще вот здесь выберу побелее. С другой кисточкой. Мама, что-то с игрушкой что-то не так. У меня вот здесь появится тут просто. Ну, ничего страшного. Так, ну вот какая-то такая подложечка для неба. Готова. Горизонт будет вот здесь ниже. Так, теперь я, чтобы вот дать время подсохнуть вот этой части. Значит, я начну снизу. Здесь у нас все такое освещено солнцем. Значит, я сделаю неаполитанскую желтую. С чем? Ну, немножко попробую сиены. Чем-то мне надо, да, как-то. Ну, вот так попробую этим. Могу еще подмелью лимонную немножко. Вот так. Ну, буду смотреть уже, добавлять непосредственно на бумагу, что мне там будет нужно. Чтобы появился красивый контраст между теплыми оттенками и холодными, нужно его заложить изначально, да? Этот самый контраст. Какие-то вот самые, где самые освещенные места, вот здесь по центру, да, могу оставить прям непрокрашенными. Чтобы появилось ощущение еще большего света. Так. И теперь, вот у меня размечены пальмы. Я под ними могу наметить тени. Значит, беру что? Ну, возьму не эндонтриновый синий. Сначала вот голубые. Голубые. Как-то немного их вот смешаю тут. В общем, такой-то поисковый момент. Смешиваю, что вот серый мне все-таки не нужен. Много сиены. Взяла на кисточку, появился серый. Мне не надо серый. Мне надо, чтобы тени мои были какие-то все-таки синеватые. Но не синие в то же время. Где-то тени должны быть синеватые, где-то прямо с зеленью, да, от пальм. Так. Смотрю, где рисунок. Солнце светит. Откуда? Смотрю по теням. Ну, сбоку, скажем, сбоку, да. Немножко спереди сбоку. Так, смотрю, ненасыщенно получается. Значит, набираю потемнее. Все-таки эндонтриновый синий и более темный. Так. Ну, добавлю голубых немножко для яркости. Ничего. Ну, и неаполитанскую желтую. Так. И все-таки капельку сиены. Так. И делаю. Ну, хочется темнее, вот что делать. Значит, делаю темнее. Эндотриновый синий. Сиена жженая. А такой темный не хочется. Вот, значит, стараюсь, намешиваю тот цвет, который мне понравится. Вот такой сейчас попробую. Значит, где-то вот здесь. Так. 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 и подмотка идти. Так. Смотрю теперь, чего не хватает. Не хватает, наверное, где-то. и желтого, да, чтобы все-таки было больше отражений. Значит, где-то эти тени немного зеленее. Так. И все-таки немного сиены еще, чтобы все это стало как-то и спокойнее где-то, да. Тени не должны быть серые. Вот, воздерживайтесь от того, чтобы тени на вашем рисунке были серыми. Вот вытирай, отжимаю тряпкой кисточку, набираю краску и где-то вот сделаю ощущение более четкие, да, очертания листьев. Так. 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 так смотрю на рисунок надо время от времени отходить от рисунка чтобы смотреть чтобы издалека что получается контролировать себя так ну вот пока пока так теперь что теперь уже подсохла можно делать море для моря у меня будет что вот эти же синие с голубыми перемешку и немножко неаполитан ки так много вот для данной ситуации можно по голубей на но можно и так оставить сейчас сделаю так значит тут задача не закрасить лодку хотя принципе можно главное оставить лод над лодкой белые так вижу что сейчас у меня тут кажись полезет так ну и вот попробовала не нравится цвет значит делаю поголубее больше голубых добавляю так и вот здесь я вот передний край пальмы тоже на тоже надо не закрасить чтобы у него была возможность быть солнечным освещенным так вот здесь тоже пальмочка тоже ее надо оставить переднюю часть ствола не закрашены как передняя справа конечно так но значительной степени осложняет работу не бесконечно придется мне конечно тут над горизонтом работать так вот там пальмочки уже вдалеке они такие потоньше тут уже не так важно это освещенное место на стволе комментарии сейчас не вижу если там что то есть не увидел здесь я намеренно сделала шире эту морскую линию да ну чтобы было как бы интереснее так и теперь мне надо уточнить мой горизонт потому что он вышел нечетки и расплылся вообще мне надо привести ему какому-то единообразие ну что море можно сделать поярче туда и там гвинейский залив атлантический океан значит беру голубые немного синего и что и кадмий лимонный и и и и Продолжение следует. Проще возьму кисточку, синтетику. Синтетика более упругая, ей можно что-то, когда нужно в такие моменты, убрать какую-то краску. Синтетика с этим хорошо справляется. Так, ну вроде бы все нормально. Теперь вот здесь у меня подсохло. В общем, на данном моменте надо бы сбегать за феном, конечно. Сбегаю за феном, правда? 30 секунд, и я с вами снова. Сейчас. Так, теперь 30 секунд фена, и посмотрю, может быть, были комментарии какие-то. Третье. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, вот здесь, где будут пальмы прям таким скоплением пальм, могу намочить, чтобы тут краска расплывалась. Вот здесь, где будут листья, чтобы не ложился первый слой краски как-то четко и жестко. Так, ну что? Ну, чудненько. В общем, мне пока все нравится, за исключением того, что вот здесь я не уследила. Немножко вода затекла на песок. Ну, скорее всего, так тоже бывает. В природе я имею в виду. Так, ну и теперь, что буду делать? Значит, пока сейчас новый слой влаги тут впитается, где я его нанесла. Что мне надо, что мне надо сделать? Мне надо навести замес, сделать для пальм, да? Значит, я начну... Акварель ведется от самого светлого к самому темному. Значит, я начну с самого светлого оттенка. Такая, ну, скажем, достаточно пронзительная зелень, да? Я ее буду делать на основе кадмия лимонного. Вот, наверное, прямо с такого начну. Вот кадмия лимонный куда-то замешиваю сюда себе на палитру. Такого попробую еще пожелтее. Ну, нормально. Вот так. Откуда надо попробовать? Вот, чтобы... Чтобы понять, насколько готова бумага. Бумага не должна блестеть. Как бы она должна быть влажной, но не должна... Прямо так... Мокрого такого блеска не должно быть. Так, ну, поехали. Смотрю примерно на рисунок, что там. Ориентируюсь отчасти на свои стволы, нарисованные заранее. Значит, вот это сейчас у меня самые светлые участки стволов, листьев. Где тут еще пальма какая вот эта. Вот она. Вот на этом месте я не намочила. Ну, ладно. Вот когда не намочена, значит, надо больше взять воды на кисточку. Чтобы вот этот первый слой не был таким грубым, да, четким. В общем, это тот самый слой, который должен так раз расплыться. И где-то тут разметаться. Так вот, где получилось резко, там прямо отжатой кисточкой резкие края уберу. Вот на этой подложке мне не нужны никакие четкие линии. Так, в этой части меньше освещенных листьев, да, вот на этой пальмочке. Немножко она совсем нам видна. Так, и что-то вот здесь. Так, и стоит такая малышечка. А я ей, наверное, прикрою свой неудавшийся океан. Вот так у меня здесь будет. Так, ну тут ладно уж, не буду так. Не буду так. Так, теперь намечу стволы. Для стволов вот что-то вот это. Добавлю сиену ржёна. Так. И добавлю, я буду искать сейчас цвет, добавлю кадмий лимонный. Вот сейчас мне надо найти сначала такой оттенок для освещенных частей стволов. Значит, просто больше жёлтого. Мешает палитра. Отодвину. У меня планшет лежит под наклоном. И, ну, чисто ради кадра, палитра тоже на планшете под наклоном. Но вот палитра у вас, конечно, не должна быть под наклоном. У меня это так чисто, ну вот, обусловлено работой в эфире. А планшет должен лежать под наклоном. Так, ну и вот вижу, что мне уже нужен не только светлый, но и тёмный оттенок. А планшет так и теперь добираю темный добавлю сюда и сиену жженую и эндотреновый синий и добьюсь от себя такого оттенка который мне понравится ну вот какой то такой значит так палитра прям сильно мешать но безусловно мне сюда придется возвращаться тут за один раз меня не получится сделать здесь пальма в тени собственной до от собственных ветвей и с определенного места она начинает освещать освещенный и хочется потеплее очень уж я сделала очень синие все значит добавляю сиену сиену жженую с неаполитанской желтой окно и можно выбрать краска маяк бумага посветлеет но все равно могу вот краску как ну вот излишнюю темноту какую-то убрать все-таки по пальма здесь больше освещено чем я сделала теперь следующее смотрю на фотографии где детей на стволе где свет переношу так здесь прям сильнее ствола освещен тень только внизу здесь какая-то тень у ствол так немножко выворачены так уходит наверх там что-то интересное сейчас добавлю вижу что вот этот ствол освещено что он весь такой потеплее посолнечнее добавляю желтых так но можно уже сделать листья продолжать потому что там вот уже подведу туда потом тени стволы и тени подведу значит делаю вот здесь тут с ними четкость те кто попал мой аккаунт только благодаря марафону африканские мать мотивы африки вернее вот так он называется значит тем расскажу что я рисую в эфире каждый будний день в 9 30 проект называется акварельная зарядка приходите присоединяйтесь так вот очередной какой-то оттенок для пальм задам его куда-то смотрю на фотографию как листья идут сначала вот этой пальмочке что вдали потом вот это которая ближе так теперь вот эти листья так вот потихоньку я в них буду добавлять добавлять тем кофе я имею ввиду так теперь еще темнее на надо набрать эндотреновый синий до погуще уже так к нему немножко сиены жженый чтобы стало еще потемнее и во все это дело камня лимонного чтобы стало зеленее так смотрю что за оттенок мне нужен покраснее да значит добавлю еще от фигены так хороший ну вот пусть какой-то такой еще буду добавлять так 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 Очень симпатичные действия Смотри, вот здесь толще листьев, тут в принципе не особо и разберешь уже, где кто Вот здесь у меня была малышка, которая спасала мои промашки Так, ну нужно еще, я вижу еще пожелтее, покраснее, значит что делаю Сиену, кармелимонный, так вот, вот что-то ближе к этому мне нужно Еще кармелимонный Так, вот эту большую лужу оставлю и рядом попробую примешать, ну-ка, голубая Нет, не такое, мне надо что-то темное Вот такое, какое-то буроватое, темное мне надо Все самое темное, это синий сиен Так, ну вот, сейчас попробую вот этой красоты сюда добавить Смотрю, где вот эти тени на пальмах, самые такие Они нужны, потому что пока я не добавлю вот эту тень, не появится свет То есть свет у меня должен появиться на контрасте с тенью Ну вот я над этим работаю Еще и подкладываю вот эти тени Туда, где это только возможно Туда, где-то, 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 где-то Отличный трубный зов прямого эфира Мама, я покакал Ну, значит, сейчас я, ну вот, доделаю до второго звонка Сколько успею, сейчас вот так подчеркиваю листики А потом выду и заэфируйте Иду И через две минуты зайду Значит, не прорисовываю тут детально все листья Иду, иду, все, мне надо идти Значит, через две минуты я снова в эфире Присоединяйтесь заново Так, что мне надо тут сделать Столы Тени и лодку, да, уточнить Так, сейчас возьму синтетику И вот, по-вытаскиваю краску Где можно сделать пальмы посветлее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, ну что Ну, в общем, нравится Стволы и лодка И тени В общем, работы еще немало Вот этот грибочек, беседочку Как он называется Зонтик этот, короче, я упразднила Теперь делаю стволы Значит, то, что на переднем плане Оно должно быть более детально Как-то проработано Тени хорошо, чтобы были не серые А все-таки цветные какие-то Вот синеватые Где-то синеватые Где-то зеленоватые Сейчас-то уберу Зеленый Совсем Совсем Субтитры создавал DimaTorzok Так, смотри, что там тень идет Вот туда под лодочку Но мне уже надо делать Чтобы они все вот лучами Сходились куда-то туда Так, смотри, что там тень идет Не делайте серые тени Серые тени Не несут в себе ничего прекрасного И живописного И вот здесь, смотрю Вот сгущаются как бы растения Соответственно, и тени становятся Более такие насыщенные Спасибо за субтитры! Так, резких краев тоже в тени не надо делать Все смягчило Так, и теперь вот этот ствол Тоже его надо проработать Значит, пусть он будет поярче Тут по-оранжевее такой Сиена жженая Кадми лимонная Неаполитанская желтая Ну, что-то Чем-то все-таки немножко успокою Вот какой-то соседней лужицей Так, и вот это все Все смягчило Так, теперь дальние деревья Вот те, они должны быть Мы уже имеют право быть потемнее Значит, беру опять эндотреновый, синий и сиену Соответственно, контраст можно поснимать с них, чтобы они не сильно привлекали к себе внимание Так, а это наоборот можно выделить Ну, вот по мере высыхания бумага светлеет Какое-то время приходится за ней немножко гоняться Так, ну что, осталась лодочка Да? Осталась лодочка Какой кисточкой? Уж настолько я люблю большие кисти, что останусь на большую Так, вот здесь вот моя лодочка Ну, она, конечно, не моя Ну, пусть сегодня будет моя Так, значит, беру вот эту сиену Беру неаполитанскую жжену О, все Сиена жженая, а неаполитанская желтая Так И что? И вот с этим буду смешивать И еще добавлю синего Так, и где? И надо бы мне, конечно И надо бы мне взять лупу, чтобы она была симпатичная Ну, ладно Лупа Так Спасибо за внимание нет задачи сделать лодочку какой-то изумительно ровный достаточно сделать ее похоже на лодку так вот сюда дайте потемнее значит набираю погуще эндотреновый синий и какой и допустим сиена жжёны ой да что ж такое неаполитанское желтый так их что и все-таки сиена жжёны вот чтобы этот оттенок был такой тепленький вот сюда здесь должен быть темный бочок и темный низ не надо посушить кисточку и крагово краску погуще сейчас надо взять и на кисточке поменьше влаги чтобы сделать вот это значит еще мне надо темнее беру эндотреновый синий сиена жжёны вот так и прямо так так и теперь из-под из-под этой лодки тень в принципе она должна идти туда но вот почему-то сюда сделаю как как там нарисовано так сделаю да и вот совсем уж и резкие границы сниму вот так так ну теперь наверное высушу 5 секунд чтобы сделать ее еще но какие-то остались вот акцентики совсем уже совсем 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 заключительные они должны быть совсем четкие поэтому надо высушить вот здесь сейчас а 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 так что осталось все осталось вот самое самое яркое и наверное не яркая самая контрастная стиль вот сюда значит там увидишь каковки не так вот здесь вести ввести здесь так так сейчас надо как-то вот это дело немножко гармонизировать так ну что наверное вот это вот все я наверное официальная часть закончена можно переходить к поздравлениям друг друга с праздником у кого пасха тех с паской ой с пасхой у кого вербное воскресенье тех с вербным воскресенье вот сегодня мы отметили его пальмовым рисованием пальм поскольку народ встречал христа с пальмовыми ветвями евангелие так сказано не с несвердными верба это как бы наша северная традиция поскольку у нас тут пальмы не успевают как бы нету пальм не только в это время года на общение поэтому вот в русской традиции это заменено ветками вербы ну а в первоисточнике сказано про пальмы и нам сегодня вот так выдалась такая возможность нарисовать именно пальмы здесь какая-то черточка я прозевала почти отмылась и можно даже сделать где-то потемнее вот здесь еще еще большую тень на плетень нагнать значит этот эфир был в рамках марафона мотивы африки вы можете к нему присоединиться еще не поздно это только второй эфир марафона афиша есть у меня в stories ой не творится в ленте мой как это же ну как бы сухой кистью я делаю ничего не прорисовываем но все равно появляется как каким-то вот магическим образом появляется ощущение именно пальм чудо-чудо рисовать это счастье согласны на соответственно расставы так контрастно возле значит надо добавляйте здесь кто не знает кто увидел меня впервые ну вернее даже не сегодня не увидела услышал и посмотрел и затем говорю что я в эфире каждое утро в 9.30 рисуют подобного размера акварельную зарисовку по будням всегда в 9.30 это бесплатно приходите участвуйте присоединяйтесь и помимо этого сейчас идет у меня на регистрация на марафон обучающий онлайн марафон прогулки по венеции там мы будем учиться рисовать там мы будем учиться рисовать венеция да не будет соединено и городской пейзаж и архитектура будем учиться делать линейную перспективу воздушную будем учиться изображать архитектуру упрощенно поскольку мы не студенты архитектурных вузов нам это не нужно нам нужно изобразить ее так чтобы создать эмоцию впечатление ощущения и узнаваемость места вот такая основная задача которую мы будем учиться решать это будет марафон обучающий поэтому он платный узнать про него подробности и зарегистрироваться можно у меня по ссылке в шапке профиля марафон начинается с 16 числа и продлится до конца апреля чтобы мы могли с вами весело интересно и полезно провести этот месяц тем кто находится на карантине в общем это актуально первую половину апреля и конец марта нам с теми кто рисует со мной вместе нам удалось провести его интересно и познавательно недавно закончился мой марафон пойми акварельный цветок тоже очень очень получился такой удачный очень полезный судя по отзывам отзывы отзывы где отзывы о предном марафоне который вот прошел да и ну со схожим форматом значит отзывы они можно посмотреть у меня в ленте вот где красные тюльпаны пост с красными тюльпанами недавно был там в карусели вот скрины отзывов я разместила надо сделать их где-то в вечных stories в общем присоединяйтесь присоединяйтесь к зарядке вот к моим ежедневным бесплатным эфиром присоединяйтесь к моему клубу про клуб можете найти сейчас в вечных stories значит клуб это мои ежедневные эфиры сохраненные на ютюбе клуб по подписке там тоже платное участие на совершенно недорогой любой вся моя лента нарисована в прямом эфире любой из сюжетов есть в клубе акварельной зарядки и он доступен в любое время так вижу какой-то комментарий спасибо за мастер-класс и я бы одна не осмелилась рисовать акварель к и для меня она капризная очень но она и есть капризная очень акварель в общем любит импровизацию конечно ей нужно отдать просто как бы надо расслабиться и допустите ей определенную позволить себе и ей определенную долю импровизации и это и это неплохо ну как бы она была эта импровизация конечно должна быть достаточной степени управляемый и над этим мы работаем вот в ежедневной практике ежедневные мои эфиры настроены на то направлены на то чтобы практиковаться ежедневно чем чаще вы рисуете тем сильнее прокачиваются ваши навыки навык рисования это не он как бы не такой как многие остальные другие навыки когда вот допустим вы научились плавать потом 20 лет не видели воду потом приехали к морю зашли и поплыли вот с рисованием не так если вы учились рисовать научились потом 20 лет не рисовали вы начнете все таки с детских рисунков этот навык вот он утрачивается даже несмотря на то что в голове остаются знания именно вот мышечный навык он утрачивается поэтому существует моя акварельная зарядка чтобы вы могли ежедневно вот в небольших таких быстрых вещах практиковаться тем у кого мало времени но есть желание научиться рисовать делать это вот там регулярно вы можете я рисую как бы ну вот я уже дошла до такого уровня смакования когда мне хочется каждый день рисовать вот именно по мокрому вот именно на хлопке вот именно часа полтора если вам этого не хочется вы можете тот же сюжет брать на меньшем формате вы допустим опять это значит уже у вас будет в два раза быстрее получится если будете рисовать не на хлопке она целлюлозе не по мокрому а по сухому значит все то же самое у вас будет получаться над силы за полчаса и при этом пользу вы получите ну тут ту ту же в общем-то ту же самую пользу для себя вы получите поэтому зову вас в клуб где вот все одновременно все эфиры доступны на выбор все все сюжеты из моей ленты зову вас на зарядку где ежедневно вот эфир доступен в течение суток бесплатный и зову вас на марафон прогулки по венеции где я буду проводить обучающие эфиры с проверкой заданий с чатом проверки с чатом общения в общем с такой творческой творческой атмосферой где вы почувствуете себя вот в одном потоке с единомышленниками это будет приятно и интересно уже это известно по предыдущему марафону все на этом эфир завершаю я в общем довольна с сегодняшней зарисовкой может быть может быть когда я отдохну от нее нам не меньше понравится но сейчас вот и вроде бы я вижу и свет и тень мне все нравится но конечно бывает и по-другому бывает что работа сначала очень нравится потом отдохнешь от нее сфотографируешь думаешь ну и ну но я в таких случаях все равно опубликую свою работу потому что я научилась преодолевать вот эти разочарования я не грущу от допущенных ошибок я знаю что работа без ошибок в принципе не бывает это нормально а бывает так что работа очень стиво в процессе устала и работа очень сильно не нравится но я все равно июня публикую вот я все равно я научилась вот это преодолевать в себе я все равно я публикую и нередко бывает так что когда вот я отдохну уже от нее от этого вот своего впечатления через день-другой я смотрю работа прекрасная и встречена прекрасно и в общем-то все удалось поэтому наше восприятие оно такое но оно всегда субъективное не стоит на него особо сразу полагаться не стоит если вам работа не нравится не стоит ее главное сразу уничтожать вот воздерживайтесь от этого потому что не факт что она вам не понравится через пару дней ну и опять таки можно использовать бумагу с другой стороны когда мне не нравится работа я обязательно рисую с обратной стороны и и очень часто это получается хорошая работа так что не лист виноват ну и не руки какие-то другие там где-то звезды не сошлись вот поэтому все все можно вот в практике в практике все преодолевается все 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 преодолевается все на этой веселой ноте радостной прощаюсь с вами всех с праздниками кто кого кого какой значит сегодня у нас у православных христиан вербное воскресенье входа господень в иерусалим начало страстной недели у у католиков протестантов сегодня пасха у всех россиян день космонавтики к тому же да что еще ну кажется на этом все ну и плюс весна которую мы видим в этом году только в окно большинстве большинство из нас видит весну только в окно но она тоже прекрасно и вот на этой радостной ноте я уже завершаю эфир все всем пока жду ваших вариантов на ваших работах ставьте тег мотивы африки посмотрите у меня в посте мотивы нижнее подчеркивание африки на русском языке кириллицей всем всем пока